Очень часто на YouTube тебе могут попадаться видео, как кто-то делает 2 миллиона оборотов и огромное количество чистой прибыли на одном товаре. Но в этом видео я расскажу, почему эта стратегия плохая, почему, вероятнее всего, рано или поздно ты потеряешь на ней деньги, почему, если ты новичок, то так продавать не стоит, а помимо этого, поделюсь той стратегией, с которой, продавая и выходя на озон, у тебя будет минимум рисков. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! Мы видим вот такой товар, продавец его продает больше, чем на миллион рублей, так как это выручка с учетом скидки озон. И казалось бы, ну вот она мечта, миллион рублей, пять с половиной тысяч товаров за месяц. Ну а давай посмотрим на его магазин, и выглядит он примерно вот так. Чуть больше миллиона делает вот этот провод, еще 237 тысяч делает второй цвет этого провода, и еще два товара буквально на 60-40 тысяч рублей. И казалось бы, это мечта, ведь тебе не нужно следить за рекламой огромного количества артикулов, ведь у тебя просто один товар может продаваться на такую большую сумму, и обычно это равно то, что тебе говорят в видео, то, что я работаю два часа в день, и у меня вот такой оборот. Но все это полная фигня. Ведь выбрав такую стратегию, ты будешь невероятно уязвим, и ты будешь нести потери по абсолютно любым пустякам, которые могут возникнуть. Ведь давай просто подумаем, а что может быть с такими магазинами, которые продают всего один артикул? И для начала, то, что мы с тобой можем придумать, это вот она цена, 220 рублей, и это все еще немного, и вероятнее всего продавец даже здесь зарабатывает буквально 10-15 рублей. Но, допустим, зашел какой-то еще крупный игрок, и поставил цену, не знаю, 170 рублей. Это все еще супер мало, но, к примеру, кто-то смог так сделать. И вот у тебя всего один товар, и кто-то заходит и демпингует цену так, что тебе становится практически невозможно продавать. Возможно, это будет товар один в один, или он просто будет похожий, но у него будет то же самое назначение. И ты теряешь оборот, изначально к этому не подготовившись, и по итогу у тебя тот самый оборот, который есть с одного и трех миллионов, которые казались для тебя вчера мечтой, становится 200 тысяч. И это обычная ситуация, если ты продаешь один товар. Но помимо этого, ситуации, которые не зависят от тебя, но могут лишить тебя всего, на самом деле гораздо больше. Ведь очень часто поставки из Китая не доезжают вовремя, они могут сгореть, что тоже очень часто бывает. Могут накосячить на складе, прислать тебе бракованный товар. И несмотря на то, что это продавец, мы видим то, что он продает брендовый товар, и вероятнее всего он у него авторизирован, даже несмотря на это, может произойти огромное количество ситуаций. Ну, например, недавно Озон поднял цены на логистику и комиссии. И этот продавец прострадал, как никто другой, ведь даже если стоимость его товара с учетом всех расходов обходится им буквально в 10 рублей, он уже практически ничего не зарабатывает. Но при этом и это не все, ведь казалось бы, мы уже и так насчитали огромное количество недостатков в ситуации, которая раньше и многим до сих пор могла казаться мечтой. Но помимо этого, существуют еще более странные вещи. Например, все, кто торгует на Озон, особенно вот в такой вот сложной категории, это все-таки провода для телефона, они подвержены еще одному риску, тут и так огромное количество конкурентов. Но продавая один товар, то и вынужден просто пользоваться рекламой. Но не всегда реклама Озон отрабатывает над себя полностью. И мы знаем огромное количество примеров, у нас в магазинах постоянно такие есть, когда один-два товара в течение месяца закрываются чуть ли не в минус. И это обычная ситуация. И мы, допустим, с учениками в наставничестве и на обучении на курсе постоянно планируем свои поставки так, зная, что, не знаю, два-три товара из десяти у нас продадутся либо в ноль, либо в минус. Но опять же, когда у тебя всего один товар, у тебя нету возможности предугадать это. Ведь все зависит только от одного артикула, на который ты надеешься, но который может тебя подвести, в том числе потому, что Озон решили обновить рекламу. А у тебя она перестала работать, либо начала работать, но только с ценой ниже, что также много вероятно. И когда мы с тобой поговорили про все вот эти последствия, люди же не просто так придумали расширение товарной матрицы. Помимо этого, они придумали ABC-анализ. Вот здесь даже ABC-анализ было бы не с чего делать, но по итогу много новичков просто не знают этого. И смотрят на видео в Ютубе, где тебе рассказывают, что вот продавай один товар, зарабатывай много денег, почти ничего не делай. И у тебя будет все хорошо, но при этом для новичка же здесь еще одна глобальная проблема. Например, это то, что когда у тебя ограниченный бюджет 50-100 тысяч рублей, и ты решаешь его потратить. Ты уже изначально готовишься к огромному количеству рисков. Но чаще всего товары на миллион рублей продаются же не во всех категориях. Ведь товары на миллион рублей это сложные категории, большие категории и категории с большой конкуренцией. А что в итоге это значит для новичка? Что тебе нужно? Вложить твои последние 100 тысяч рублей в веру того, что именно твой один единственный товар начнет продаваться. И здесь можно привести в пример акции, криптовалюту, да что угодно. Никто не покупает акции одной компании, это бессмысленно, ведь они могут прогореть. А ты в данном случае будешь вынужден то же самое сделать с озоном. Но при этом даже, к примеру, у тебя все пошло идеально, твой товар начал продаваться и продаваться начал успешно. Вот ты вложил в него 100 тысяч рублей, и у тебя было 2000 чертяков, которые продались за месяц. Но на следующий месяц, ведь их надо купить больше. А когда у тебя маржинальность такого товара, я думаю, что меньше 10%, а то сейчас еще меньше, и рои у такого товара 20-25%, то ты просто не сможешь докупить это все с денег озоном. А по итогу тебе нужно будет искать деньги для того, чтобы продолжать продавать этот товар. А что самое главное, если у тебя что-то пойдет не так. И у нас, например, в магазине даже такое было, то вот все вот эти вот 4300 товаров на твоем складе там просто заморозятся. И как будто бы у тебя, может быть, даже все будет хорошо какое-то время. Но вот возвращаемся к ситуации, когда у тебя пошел демпинг, карточка упала вниз или еще много чего, и ты остался со всеми этими товарами на своем складе и не знаешь, что делать. И перед тем, как я расскажу тебе ту стратегию, которая поможет тебе заработать, и если у тебя ограниченный бюджет, и у тебя нет возможности и ресурсов вот так вот рисковать, хочу попросить тебя подписаться на мой телеграм-канал, ведь там гораздо больше я рассказываю про маркетплейсы и про стратегии, которые помогают нам зарабатывать на озон. Ссылка будет в описании и доступна по подсказке на экране, а также не забудь поставить лайк и подписаться на это видео. Мы делаем для тебя контент каждый день, и поэтому для нас это очень важно. А теперь давай переходить к тому, какие стратегии нам с тобой необходимы, если мы с тобой новички, если у нас ограниченный бюджет, и мы хотим по минимуму рисковать и не заниматься угадыванием, а получится у нас или нет. И для того, чтобы нам понять правильную стратегию, мы можем просто обратиться к одному из магазинов учеников. И здесь мы видим оборот за последний месяц. Этот магазин мы запускали с абсолютного нуля, я его уже показывал. И давай посмотрим на то, как у нас длились продажи. У нас достаточно много артикулов, и если мы посмотрим, то даже если у нас что-то пойдет не так, и сейчас, например, у нас не успели доехать какие-то поставки, так как магазин новый, и, к сожалению, мы просто не успели вовремя. Но даже несмотря на это, оборот в магазине не упал до нуля, магазин не перестал зарабатывать, несмотря на то, что это была его первая поставка, это был первый месяц продаж. Но, к примеру, допустим, даже наши поставки сгорели, и мы лишились целых четырех артикулов, которые у нас тут есть. 150 тысяч, 100, еще 100 и 82. И, казалось бы, в ситуации, когда у нас был бы один артикул, лишись моего, мы лишимся всего. Но здесь мы видим ситуацию, при которой у нас, даже если мы лишимся основных продаж, у нас останется половина продаж магазина, и в магазине до сих пор останется полмиллиона оборота. Мы заранее продумываем каждый риск, мы заранее думаем о том, что какие-то товары мы знаем, то, что они будут продаваться хуже, а в какие-то товары мы верим меньше, и они начинают продаваться, допустим, как здесь, на 150 тысяч за месяц. Это нормальная ситуация, и к этому ты должен быть готовым. Поэтому, если ты собираешься выйти на Озон, не слушай тех, кто будет тебе говорить, что хватит одного или двух товаров. Да, возможно, для изучения маркетплейса, если ты делаешь это самостоятельно, мелкими шагами, это будет, наверное, правильная стратегия. Но она поможет тебе не заработать на Озон, а просто понять, как работает площадка. Если же ты хочешь выйти и с первого месяца начать зарабатывать, при этом быть уверенным в том, что ты не потеряешь свои деньги, то начни с того, что выбери хотя бы 5-10 артикулов. 5 это прям минимально. И при этом мы, конечно же, должны сказать, сколько ты потрачу на 10 артикулов, допустим, как вот потратили мы в этом магазине. Мы потратили 210 тысяч рублей плюс-минус, при этом уже достигли оборота больше 900 тысяч рублей, а помимо этого уже давно окупились. Но этого бы всего не было, закупив мы всего там 1-2 товара и надеясь на то, что они будут продаваться. И это самое важное. То, с чего ты должен начать. Ты должен быть готов к тому, что какие-то товары твои будут продаваться плохо. И опять же, еще одна очень частая ситуация, как, допустим, было с этим магазином. Пока товар доезжает, если это была новинка, то тоже может произойти все, что угодно. И, допустим, в этом магазине пока доехали все товары, у двух из них изменилась средняя цена продажи по категории, и нам просто стало невыгодно их продавать. Но, опять же, мы к этому подстраховались, и по итогу мы заработали. Поэтому это первое и самое главное, что тебе нужно сделать. Ну, а о том, как правильно выбирать такие товары, где ты сможешь буквально вложить 200 тысяч, сделать оборот больше миллиона, и что самое главное, заработать со своей первой поставки, я уже рассказал в своем большом курсе по озону. Там я расскажу тебе все про то, как искать такие ниши, с которых ты можешь заработать буквально с первого месяца, как выйти наоборот в миллион рублей с первого месяца, как закупиться на 100 тысяч так, чтобы приумножить капитал вдвое через месяц, и еще много чего, что поможет тебе стартануть на озон, не тратя на тесты свое время и деньги. А помимо этого, я лично буду проверять те товары, которые ты находишь, давать тебе рекомендации, а также ты узнаешь все про то, как работает реклама на озоне, про то, как самостоятельно делать карточки, и даже на этом мы будем экономить, для того, чтобы научить тебя всем тонкостям озон, благодаря которым ты сможешь зарабатывать с первого месяца. Ссылка в описании, регистрируешься и начинаешь обучение прямо сейчас, я лично буду проверять каждое твое домашнее задание, а помимо этого, ты получишь доступ к закрытому чату селлеров, нас там уже практически 600 человек, у нас нет никакого спама или лишней болтовни, и ты можешь быть всегда уверен, что на твой вопрос ответят. Увидимся на обучении, а пока что посмотри мое прошлое видео. Подписывайся на телеграм-канал. Пока.